здравствуйте с вами людмила кто любит бисер как я подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии в этом видео уроке я вас научу делать вот такие декоративные цветущие веточки веточка вот такая плоская хотя можно собрать и в три стороны но даже вот такая плоская веточка выглядит объемно и красиво я их делаю из бисера и из рубки я покажу как делать из рубки размеры одинаковые что бисер что взять рубку вот уже две веточки у меня желтых готовы их можно даже поставить вазочку отдельно не соединять а можно соединить как я вам сейчас все покажу приступим для работы можно взять бисер номер 10 любого цвета или рубка тоже номер 10 проволоку я использовала 0 3 миллиметра подобрала под цвет желтенький зеленый или такую проволоку возьмите какого цвета бисер если нету именно такого цвета то можно подобрать именно серебряную под светлый бисер вот голубой я делала именно на серебре также понадобится флор лента она может быть зеленый или коричневый и такие жесткие стебли для веточек чтобы цветочки хорошо держались и не сгибались такую жесткую проволоку возьмите мне понадобится два размера два сантиметра и один я отмеряю для зеленых листиков два сантиметра мне нужна ножка для цветочков поэтому я оставляю на все пальчики и и плиту зеленый листик я набрала много рубки и не отщипываю от матушки катушки сколько мне нужно столько я буду брать так это удобней и делаю две пары дуг я делаю круглый низ круглый вверх но если хотите можно заостренный вверх делать это не принципиально важно отутюживаем пальчиками вот так чтобы бисеринки встали бы ровненько и 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 вот листик у меня готов таких листиков надо много сколько цветочков столько и листиков загибаем проволоку и отщипываем я оставляю длину потому что мне нужен нужен стебелек я снова набрала нужный мне цвет оставляю на катушке и делаю бутоны для бутонов ножка не нужно поэтому я оставляю буквально на два пальчика отмеряем 2 и делаем петельку немножко поджимаю 1 2 3 4 теперь я отмеряю 1 сантиметр это же дело петельку я делаю с рубки с бисером также отмеряете все одинаково теперь два листика соединяем вместе вот так соединяем и так теперь крутим ножку буквально там три-четыре раза больше не нужно смотрите у большой лепесточек и маленький и я как бы полу восьмерку обкручиваю вокруг маленького вот так закручиваю ведь потихоньку вам показываю он как бы сам по себе закручивается над маленьким и тогда получается такой объемный бутон теперь я делаю цветочек проволоку оставляю на все пальчики длину отмеряю 2 сантиметра делаю петельку это цветочек уже будет немножко поджимаю 1 2 3 4 и перекручиваю восьмерку вот такой лепесток 1 теперь делаю круглые лепесточки отмеряю один сантиметр не прижимайте очень близко в друг другу ли лепесточки это не нужно и не удобно и не нужно берите как вам удобно и скручиваю раз два три проволочку всегда вот так надо дать направление и обкручиваю вокруг еще одну дугу вот так аккуратненько спокойненько обкручиваем лишнее убираем смотрю нравится не нравится если большой просвет значит я убираю лишний бисер и крутим раз два три если чувствуете что вам не хватает можно это сделать и и еще четвертый оборот оборот снова отмеряем один отмерили не зажимаем близко к друг дружке именно как удобно берем скручиваем раз два три направление проволоки даем и обкручиваем вот так потихонечку аккуратненько обкручиваем подтягиваем убираем лишние посмотрели понравилось или нет раз два три если что что-то не понравилось или добавляем бисер или убираем лишний опять отмеряем и делаем третий листик лепесточек раз-два-три и обкручиваем вот таких нам нужно 4 лепесточка раз-два-три-четыре и пятый лепесток поднимаю вверх и делаю круг соединяю и делаю ножку раз-два-три-четыре пять шесть семь восемь девять десять можно и меньше я даже не расправляет цветочек он такой объемный получился у меня цветочек можно раскрыть можно что лепесточки заходит один на другой вот такой маленький объемный цветочек на каждую веточку я сделала по шесть цветочков и по 6 бутонов значит надо и 6 листиков зеленые листики я делаю два сантиметра набираю или полтора так что вы можете выбрать любой размер поменьше листики или побольше сделать я беру листик и свой цветочек вот так прикладываю вот так поджимаю немножко тут скручиваю чтобы держалась не сильно так чтобы зацепилась только и закрываю флор лентой ножку вот у меня будет ножка с цветочком просто закрываю все вместе вот этими пальчиками раз его так сверху флору ленту внизу подтягиваю вот у меня получилось ножка с цветочком я сделала 6 цветочков и 6 бутонов смотрите у меня вот здесь все по 6 1 2 3 4 5 6 и тут по 6 но так как и сейчас я делаю последнюю веточку я могу сделать или меньше и меньше сейчас я вам покажу цветочков из использовать в соединение или можно тоже сделать одинаково все три ветки одинаковые по 6 цветов а можно меньше и соединить теперь я беру жесткую проволоку я не всегда вот пользуюсь вот такой проволокой я покупаю хозяйственном магазине жесткую проволоку чищу для стеблей но для ролика я показываю вам показываю вам такую проволоку но очень удобно сходить и купить в строительном магазине купить проволоку до ее надо почистить некоторую какую-то не надо чистить но вот там подобрать это дешевле удобно я покрываю флор ленты чтобы не скользила беру цветочек прикладываю и приматываю флор лентой и беру бутон тоже прикручиваю легко просто так на стебелек я прикрутила еще бутон беру следующий цветочек ну примерно у меня тут два пальчика но чуть меньше как близко вы смотрите сами расстояние как вам больше нравится вот прикладываю видео ножка у меня тут осталось и вот так прикручиваю можно сразу бутончик можно ниже бутончик прикрутить эти бутончики нам создают объем вот я прикладываю и прикручиваю то справа то слева и вот так иду до конца единственное что я посматриваю именно в соединение вот так прикладываю цветочек где-то тут длиннее где-то короче это создаст объем вот так опять беру бутончик и иду дальше я не сказал сколько я взяла длину проволоки я взяла 25 вот этой проволоки но зависит от вазочки какая у вас будет ваза если длинная то конечно надо подлиннее взять ножку для ножки я прикрутила раз два три 4 5 и примеряю веточку как я буду прикручивать смотрю если мне все устраивает значит я продолжаю немножко докручивать это чтобы хорошо цветочки у меня держались обрываю флор ленту и соединяю теперь свои веточки смотрю вот это у меня меньше будет который я сейчас кручу хотя там меньше цветочков немножко подгибаю чтобы мне удобнее было и прикручиваю флор лентой две веточки вместе я их соединила немножко иду вниз можно оставить так как есть но я оставила цветочек цветочков тоже может быть любое количество не обязательно столько сколько у меня это уже смотрите больше меньше и при соединительный цветочек у меня может быть и батончик может быть листик вот у меня всегда еще дополнительные детали есть конечно сделайте веточку и смотрите нужны вам дополнительные детали или нет теперь я смотрю третью веточку можно выше ниже можно справа слева вот и наверно слева сделаю и смотрю все небось ничего не надо значит я немножечко подкручиваю флор лентой ниже чем не нужно это чтобы проволока держалась хорошо чтобы веточки не крутились обрываю и соединяю третью веточку можно ее сделать длиннее короче чем центральная тоже смотрите можно сделать на одну сторону вот именно вот это высокая и на одну сторону прикладывайте смотрите как вам больше нравится так тоже очень красиво смотрится если на одну сторону можно больше веточек конечно сделать я сделаю сейчас на другую сторону немножко отгибаю вот это чтоб неудобней было бы скручивать и начинаю скручивать их вместе и веточка моя будет готова я соединила веточки потом можно их легко поправить у меня есть еще бутончик поэтому я добавляю бутон по стволу ну так как у меня остался зеленый листик я могу и листик добавить и докручиваю когда я все докрутила я опять обрываю флор ленту и еще одним слоем покрываю ствол это чтобы плотнее держалась моя проволока чтобы веточки не крутились но уже не так плотно не так много флор ленту натягиваю вот так сильнее наискосок делаю и покрываю еще раз вот моя веточка готова одним пальчиком поправляем смотрим распределяем цветочки как вам больше понравится опускаем разворачиваем буквально одним пальчиком это я сделала плоскую веточку а можно сделать на три стороны тогда просто берем аккуратненько разворачиваем вот так одну веточку я развернула да это будет в центре и вот так бог и у меня тогда получится в три стороны но это если хотите можно и не плоскую веточку сделать а вот такую тройную по кругу распределяем опять одним пальчиком и тогда вот такая веточка получается объемная в три на три стороны цветочки у нас или делаем плоскую разворачиваем обратно и так и так посмотрите как вам больше понравится вот такие цветочки хоть лепесточков мало но они выглядят очень объемные это рубка это бисер красная у меня тоже из бисера я сделала вот такие три веточки можно создать композицию вазе все три веточки вместе сложить можно плоские можно в три стороны это уже выбирайте вот такое видео урок у меня получился до свидания